девы приветствую вас меня зовут его лехцер вы на моем канале для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 27 ноября по 3 декабря 2023 года смотрим анализируем предстоящие события и планируем неделю совместно для того чтобы она вас прошла в максимально продуктивно итак приступаем общие энергии предостережение и рекомендации что здесь можем сказать четверка чаш императрица и король монет так здесь есть некий момент апатичности апатичности в чем именно ну допустим у некоторых из вас могут не клеится взаимоотношения с матерью в частности с матерью супруга это раз поэтому здесь так как внутренняя напряженность дальше сейчас открою колоду у кого-то здесь могут быть мечты о зачатии которые ну как никак не может состояться не получается поэтому можете здесь себя накручивать и расстраиваться и второй момент по этим арканом это может быть как внешнее недовольство собой что-то вас не устраивает независимость этого мужчина вы или женщина поэтому вот все цели планы и задача знаете как преобразить себя то есть финансово вложиться для того чтобы преобразить себя внешне но может быть и внутренне если это касается внутреннего состояния здоровья ну и еще помимо всего прочего конечно же король монет у нас указывает не только на финансовые вложения но и взаимодействие с человеком земной стихии телец делали козерог как следствие этот ряда карт у нас будут говорить о следующем о каких-то проектах которые вы возлагаете на этого человека и на взаимодействие с ним но что-то пока не клеится или не идет так как надо ну допустим идут какие-то задержки по финансированию проекта или совместных действий или вот человек вам пообещал решить какой-то вопрос какую-то ситуацию в чем-то мы помочь узнаете как утрированно никак не разродиться и это вас вгоняет некоторую стагнацию будем смотреть и анализировать о чем говорит она отряда относительно вопросов личной жизни для тех кто у нас свободен падает аркан мечтать независимость этого смотрят меня мужчины или женщины эта карта указывает о новое начало новые возможности это окрыленность это состояние любви влюбленности после периода хандра и застоя вашей жизни может появиться тот человек который будет вашим ярким дополнением если смотреть ситуацию для тех кто у нас любовных треугольниках под узлом мечей это попытки заглянуть в душу партнеру так сказать прочитать все строки его души понять на самом деле что вас так цепляет в этом партнерстве и в чем-то поднять вопрос ребром расставить точки над и безусловно у некоторых из вас это будет касаться вопроса социального статуса ваших отношений то есть какому развитию вы идете каковы перспективы будет ли здесь семья будет ли здесь вопрос где-то рождение то есть у кого это уже действительно актуально если вы там длительный период в этих союзах то будете прояснять для себя эти моменты если же вы у нас в стабильных союзах что же здесь здесь пары царю чажа гармония любовь благодать укрепление отношений акцент на такое плотное конструктивное взаимодействие с друг другом и как показывают эти арканы то здесь еще знаете как баловать друг друга финансово может быть какие-то поездки отпуск планирования но здесь это заботится о финансовом благосостоянии вашего союза смотрим о чем говорит данный отряда карт с точки зрения работы и заработка для тех кто сейчас не работает и работать не может здесь падает карта сила то есть на кого опереться потому что по этим картам есть финансовая помощь и поддержка со стороны или второй половины или ваших близких я не вижу чтобы вы себя искали свою реализацию для вас это сейчас не актуально поэтому вы и будьте так сказать на финансовом попечении вашего окружения если смотреть ситуацию для соискателей аркан суд для большинства из вас это в принципе как сменить фокус своего действия а именно искать себя в другой ниши не там где бы искали себя ранее и вы поймете осознание что осознаете что может быть вы вот так знаете как пытались от этого бежать но время все расставит по своим местам потому что императрица и король монет это понятие осознать что вот есть более для вас перспективные продуктивные ниши где вы можете реализовать раскрыть свой потенциал и будет ли здесь трудоустройство по десятке монет на этот устройство в компанию фирму на крупное предприятие где действительно есть хорошая перспектива смотрим ситуацию для наемного персонала так рыцарь монет но у вас все стабильно конечно же вы можете несколько отчаиваться что вам не предлагают повышение или даже если предлагают что все идет не так быстро как бы вам хотелось но в любом случае у вас здесь благоприятный аспект и в плане увеличения дохода потому что король монет это всегда бонусы премии надбавки индексацию заработной платой пусть пока нет повышения это все знаете как в планах но уже есть это материальный нюанс улучшение ситуации и посмотрим ситуацию для тех кто владеет собственным делом что у вас здесь у вас по девятке монет все прекрасно стабильный план хорошее развитие хороший доход но если мы будем смотреть по вот этим аркану которые здесь ложатся как переживание относительно того сможете ли вы зарабатывать больше будет ли у вас финансовый рост как расширить свои возможности и увеличить доход перепрыгнуть финансовый потолок это то что вас будут заботить в течение этой недели по состоянию здоровья шестерка чаш здесь все в порядке самочувствием все замечательно с ментальным эмоциональным физическим планом то что может быть это какие-то легкие респираторные заболевания которые вы можете перехватить от ваших детей там или племянников в этом в этом аспекте будьте осторожны это это если даже и состоится но поверьте это знаете как насморк одного дня но по-другому ты не назовешь хорошо смотрим с вами предостережение девятка мечей пятерка мечей и луна о вот здесь очень интересная падает ряда почему чем это заключается интерес может быть такой момент когда кто-то из вас находится в состоянии длительного стресса и может довести себя до невроза до нервного срыва или до истерики и понимаете здесь ключевым фактором может быть все что угодно даже какой-то пакетик который вы не можете открыть и если вы сорветесь то уже знаете как летит из катушек потому что по этим картам это вот те эмоции которые вы подавляли 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 они раз и выйдут наружу опять же у некоторых могут появиться беспричинные страхи но опять же это на фоне какого-то стресса который вы могли перенести панические атаки состояние тревоги или бессонницы потому что здесь как находиться в острой фазе вот как переживания которые не дают покоя как то что вас постоянно тяготит какой-то как триггер ситуация вот вы не можете успокоиться при прийти в состоянии покоя но еще такой момент если в течение этой недели вот почему-то ваши случаи в особенности так идет кто-то там и знакомых вам предложат попробовать ну допустим если вы в завязке и раньше злоупотребляли алкоголем и вам попробую предложат попробовать да то есть от бокала ничего не будет не делайте этого иначе сорветесь и здесь будет печальный результат аналогично вам могут предложить попробовать какой-то там сильнодействующий наркотик не стоит этого делать потому что у кого у кого а у вас будет залипание на этом потому что если деве приносит что-то эмоциональный комфорт насыщение и потом крайне сложно будет от этого отказаться потому что пятерка мечей и луна это не контролировать где находится состояние реальности а где находится состояние знаете как неосознанности то есть каких-то других миров или находиться в состоянии галлюцинации и объединения поэтому пожалуйста с этим очень осторожно конечно это может касаться эмоционального плана например если у кого-то с кем-то ну серьезный разрыв отношений или вы переживаете вот допустим в основном это касается тех кто в любовных треугольниках потому что у вас здесь туз мечей так как расставить точки над и и острая ситуация не можете справиться самостоятельно не затягивайте то есть не доводите себя до каких-то моментов потому что вот эти карты будут говорить как о показной попытке суицида по принципу в этом самому партнеру можете написать или позвонить что вот там порежу себе вены я понимаю что мне многие пишут в комментариях вы наверное фильмов пересмотрели ребят я не фильмов пересмотрела я переслушала много ваших консультаций и разных жизненных ситуаций и судеб поэтому все эти вещи в полге реально простите если они не актуальны для вас это не значит что они не актуальны для кого-то если чувствуете что сами не справляетесь не затягивайте сразу обращайтесь там психологу или психотерапевту если вы понимаете что у вас состояние нервного срыва чтобы врач вам прописал седативные препараты и вы вошли в состояние покоя потому что даже смотрите у вас рекомендация восьмерка чаш как можно быстрее выйти из эмоциональных переживаний ситуации нестабильности апатии хандры и когда все валится из рук или все знаете какое-то вот внутреннее опустошение вам нельзя находиться в таком ресурсе почему потому что к сожалению девы в этих аспектах они более залипательные то есть если вы страдаете то вы страдаете долго сами себя накручиваете а этого делать не нужно так смотрим с вами неожиданность периода что здесь сердце всадник леса и дно колоды у нас здесь ложится медведица во первых сердце всадник леса для многих как я наговорила это наконец-то появится новое увлечение причем здесь даже не леса такой вот маленький миленький лисенок но человек для вас чем-то будет как закрытая книга потому что леса это в чем-то хитрость это лукавство эта ситуация когда не хотят вам открываться полностью или по этим картам дают какую-то уже информацию ну например утрированно в этом познакомились в соцсетях а человек может указать свои ненастоящее имя либо не какие-то некорректные данные биографии вот здесь не нужно будет эту ситуацию принимать близко к сердцу что там вам угали или вас обманули то есть знаете как взвешиваете адекватно все за и против чтобы эмоционально потом не расстраиваться но и в целом если смотреть по этим арканом это какие-то сообщения которые заставят вас волноваться но вот здесь опять же будьте осторожны потому что по карте леса это может быть дезинформация с целью вас пробить на какие-то эмоции вывести на какие-то эмоции посмотреть как вы будете действовать поэтому здесь очень внимательно что ж давайте уберем все негативные аспекты закроем только положительными картами чтобы неделя была исключительно для вас продуктивной плодотворной и несла все самое самое позитивное вы пожалуйста по прошествии периода дайте знать напишите как для вас по факту отыграется информация и какие перемены произойдут за этот период мне будет интересно вас почитать но и сопоставить с тем как это показывают арканы благодарю вас за то что вы остаетесь со мной с вами не прощаюсь до новых встреч